В минувшую пятницу, когда миллиарды людей на этой планете отмечали наступление собачьего Нового года по лунному календарю, в обычной Екатеринбургской хрущевке на улице Восточной свой новый 93-й год жизни отмечал человек-эпоха, народный артист, композитор Евгений Радыгин. В китайский Новый год к нему в гости традиционно явилась китайская делегация. Ни для кого, пожалуй, не секрет, что в Китае весьма популярны русские песни, особенно среди людей старшего поколения. В свое время, когда плечи расправил простой человек, русский с китайцем братья навек, множество граждан Поднебесной побывали в СССР в качестве студентов наших вузов, стажеров на наших предприятиях, туристами, словом, успели заразиться традициями наших песнопений и не только застольных. Неудивительно, что со временем вокруг этих людей формировалось окружение, в хорошем смысле слова, зараженное ими. Поэтому Евгений Радыгин, автор знаменитой и в Китае уральской «Рябинушки», для них артист не менее народный, чем для россиян. Ой, рябина, рябина, кудрявая, белые цветы. Ой, рябина, рябину, шерстал грустну на ты. Заместитель генерального консула КНР в Екатеринбурге преподнес имениннику и его супруге двойные подарки по случаю 93-го дня рождения и по причине китайского Нового года, совпавших так удачно в минувшую пятницу. Это иероглиф «Долголетие». Долголетие. Долголетие иероглиф. Вот смотрите. Это прекрасная доходка. Доходка, да? Очень красиво. На души поздравляю вас с днём рождения. Желаю вам долголетия, благополучия, счастья. Здоровья самое важное, да. Нас пользуются большой популярностью. Все наше поколение много знают вашу песню и поют. И до сих пор мы поём вашу песню. Я буду изучать китайский язык. Вот и здорово. Так что, ага. Ни хао. Ни хао. Ни хао. Ни хао. Здравствуйте. Ни хао. Ни хао. Здравствуйте. Вот и море.